Легион здесь, дорогие друзья! Всем привет, и мы с вами продолжаем проходить Horizon Zero Dawn. В прошлой серии произошло очень много вещей, которые я, думаю, перечислять не буду, потому что их серьезно очень много, и это все очень долго перечислять. Но если вкратце, то мы с вами уже отправляемся в свободный полет, так сказать. Нас отпустили, мы можем идти туда, куда хотим, и делать то, что хотим. Но перед этим я хочу немного изменить наш подход к прокачке навыков. Получается, как мы сейчас делаем, мы качаем сразу одну определенную ветку. С одной стороны, да, мы сразу добираемся до максимального навыка, как, например, вот с этой веткой. Но с другой стороны, мы не получаем какие-то определенные лайтовые навыки, которые вот, например, открываются за одну очко. Вот тут беззвучные касания, например, рефлексоохотника, который я случайно прокачал... Блин, который я прокачал случайно, а на самом деле это и та еще херня. Или вот, например, вот бесшумная атака. И, короче, я решил сделать так. Мы сейчас будем пробегаться вот так вот по линиям, вот так вот полностью, и смотреть, какие нам навыки нужны, а какие навыки нам не нужны. И то, что нам надо, мы будем качать. То, что не надо, мы будем пропускать. Потом, когда в одной линии мы прокачаем все нужные для нас навыки, мы с вами перейдем к другой линии. И если, например, появится навык во второй линии, который нам нужен, но при этом мы не качали первый навык, то мы будем качать уже, соответственно, тот первый навык и уже идти ко второму. Вот так вот, а не сразу целую линию, потому что это... Ну, как бы... Это как бы классно, но мы все же очень долго качаемся и получаем очень мало, по факту, полезных навыков. Получается, мы получили всего... За все вот этот период времени, сколько мы играли, получили всего, получается, ну, грубо говоря, три навыка. Типа, безлучный бег, мастер уклонений и не привлекая внимания. Да, это все стелсовое, да, это для уворотов, но это только три навыка. В то время, как мы могли, например, прокачать всю вот эту вот линию полностью. Так что, я думаю, выгоднее будет делать так, как я сейчас предлагаю. Итак, концентрация. При прицеле можно замедлить время касанием нажатиям Р3. Вот это я хотел прокачать вместо вот этого. Вот это мне вообще нафиг не надо, потому что настолько я пондаваться не собираюсь. Мне надо было вот это. Так, ну, допустим. Критическое попадание. Нажмите Р1, чтобы провести атаку, которая нанесет сбитому с ног противнику большой урон. Неплохо. Точность. Слабые удары копьем позволяют с большей вероятностью сбивать броню и компоненты. Ну, такое. Приманка. Воспользуйтесь восклицательным знаком в меню инструментов, чтобы Элой подманила к себе одного из противников. На звук откликнется ближайший противник, на которого смотрит Элой. Вот это вот очень полезно, чтобы не использовать камушки. Легарь. Ускоряет процесс исцеления при использовании лекарственных зелий. Ну, такое нам пока не надо. Мы не так часто хилимся. Сборщик. Элой получает больше природных ресурсов. Ну, пока с ресурсами у нас проблем нет. Подбор с машины. Можно добывать ресурсы и обыскивать тела врагов, не слезая с ездовой машины. Пока не надо. Собиратель осколков дает возможность разбирать ресурсы и модификации, получая за них половину стоимости в осколках. Ну, не знаю. Мне кажется, вот это пока более полезный навык. А потом вот это можно прокачать. Вот это можно прокачать. Вот. Ну, хотя пока это не надо, на самом деле. Ну, вот получается, вот эти вот два навыка можно прокачать и уже переходить на вторую линию. Там уже посмотрим, что нам надо, что нам не надо. Так-с, что у нас вообще по заданиям? Дела есть? Нет. Побочных нету. Уровень 12 нужен, искатель у врат. А у меня чё? У меня чё-то такой низкий уровень, на самом-то деле. Сколько там? На 4 уровня меньше. Так, торговец. Что у тебя есть? Во-первых, давайте продадим всё, что нам не надо. Ловушка пускай будет, модификации пускай будут, надо их сейчас перебрать. Но хотя мне некуда их ставить. Так, повреждение брони. Пускай будет, электричество пускай будет. Заражение. На самом деле бесполезная херня, поэтому я всё это продаю. Это, получается, есть стрелы, которые стреляют заражением, но я на самом деле не понимаю, в чём их прикол. Поэтому мы это просто отдаём. Защита от дальнобойного оружия пускай будет. Какое-то удобство пускай будет. Одежда. Так, здесь всё нам надо, здесь тоже всё нам надо. Ты, сердце пило зуба. Так, надо, 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 тоже надо. Всё это нам надо. А что нам не надо? Столяжок. Ну и столяжоком мы ничего, в принципе, не крафтим. Поэтому продать несколько штук, и мы продаём всё. Металлический сосуд нам, по-моему, нужен. Это нам очень надо. Морозильная вода. Это, в принципе, для ледяных стрел будет нужно, поэтому я оставлю, потому что ледяные стрелы тоже довольно-таки полезная штука. Нам они пригодятся. Эхо-патрон. Так, долгонок, буревесник, громозев, ловчий торговц, огнеклык. Так, он что-то очень сложно добывается, поэтому я не буду его продавать. Так, линза бегуна. Ну, нас забери. Это тоже нас забери. Это нам не надо. Искровой разрядник. Все машины. На принципе, у нас один стак, так что пускай будет, он нам не мешает. А теперь купить. Так, оружие. Оружия, у тебя ничего нового нету. Брони тоже ничего нового нету. Сундуки. Бесплатные образцы. Спасибо. А, кто говорит, у нас есть тоже же сундуки. Причем даже много сундуков. Нормально. Ну, удалясь себе всякой херни побольше. Окей, значит мы идем тогда по заданию, потому что у нас ничего, в принципе, не остается больше. Просто идем по заданию. Искателю врата, опробуйте перехватчик на машине. Перехватите управление над бегуном. Ну, пойдемте. Перехватим управление над бегуном. Да блин, вылези отсюда. Но, к слову говоря, я думаю, мы можем уже одеть стелс-костюм. Потому что мы же типа все, стелс... Нам, значит, будет стелсить, подкрадываться к машинам. Ну и как ни крути, этот костюм мне нравится все-таки больше, чем тот обычный костюм Нора. Точнее, воина Нора. Это прям какой-то, не знаю, более красивее, что ли. Был бы еще какой-нибудь шлем. Такой вот классный. Было бы прям идеально. Но хотя и без шлема неплохо. Так, бегуны, бегуны. Опа, вижу бегунов. Ну, вот прям с вами уже реальный стелс. Опа, стоять. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да погоди, я кабанал ута... Так. Пойдемте вот к этому. Так вот, мы с вами теперь прям вообще полностью стелс. Потому что мы очень беззвучные в плане передвижения. И еще на нас стелсовый костюм. Так, перехватить управление. Готово. Оседлать. Нормас, нормас. И куда нам теперь? Так, чтобы машина атаковала, нажмите Р1. Чтобы спешиться, нажмите треугольник. Ага. Хорошо. Но спринт здесь такой же, как в Ведьмаке. Так что, в принципе, нормально. А, секунду, что я хотел-то еще? Прежде чем отсюда уйдем, давайте-ка мы сгоняем вот сюда. Это руины. И когда мы туда придем... И найдем то, что нам надо... А че такое? Лошадь сама бежит, кстати говоря. Давай еще быстрее. Так вот, сейчас мы придем к этим руинам. Найдем то, что нам надо найти. И я вам скажу, для чего и зачем нам это надо. А я скажу вам так. Это нам очень надо. Ну, во-первых, это руины. Из начала игры, которые были. Во-вторых, там будет кое-какая штука, которая запустит еще один квест. Который будет у нас идти на протяжении всей игры. Который нам очень даст потом угодную штуку. Но я вам все объясню потом, когда идем. Так, вот они, руины. Погнали. Выберите меню инструментов. Вызов машины. Ага. То есть, вот оно. Окей. Хорошо. Да. Давно. Что, найдешь? Да, я думаю, что-нибудь полезное. Ну, летучие мышки, как всегда, здесь у нас. Никуда они у нас не подевались. Так, в этот раз не надо все осматривать внимательно. Очень и очень внимательно. Потому что, если тогда нам ничего не надо было, то сейчас мы можем подобрать все, что угодно. Поэтому все очень внимательно осматриваем. В поисках чего-нибудь полезного. Так. Вот о чем я и говорю. Первая штука. Металлический цветок модель 1А. Металлический цветок неизвестной конструкции. Возможно, способствует прорастанию семян. Содержит встроенный фрагмент кода. Наборы цветов можно обвинять в меридиане на ценные награды. Ну, я думаю, мы гоняться за цветами точно не будем, потому что это неинтересно. Да и награды, по-моему, так себе. Поэтому просто будем собирать то, что можем. И все. А прям коллекционировать это такое. В принципе, здесь все наборы, что можно коллекционировать, их можно обвинять на награды. Но награды очень не очень. Они того явно не стоят. Так. Комнатка. Где был этот с днем рождения? А, нет, не здесь. Здесь у нас трупецкий. Который вообще никак не изменился за все это время. Вот прям вообще никак. По-моему, он должен прям уже выглядеть как скелет. А не вот так, как он сейчас выглядит. Все еще не могу привыкнуть к управлению из-за ведьмака. Где там спринт на Х был. Поэтому все еще наслаждайтесь моими прыжками. В никуда. Так, а мы, кстати говоря, почти прошли половину руин. Почти. Но я так и не нашел того, что я ищу. И мне это не нравится. Или погодите-ка, нашел теперь. Да, я нашел что-то хотел. Вот, топливный элемент. Теперь у нас запустился квест. Древний арсенал. Его суть заключается в том, что если мы соберем все топливные элементы и ставим там в определенную... Как это вот сказать? Ячейку. И разгадаем головоломку, мы получим с вами офигенную броню. Но, как я уже сказал, это задание будет выполняться на протяжении всей игры. И поэтому мы только ближе к концу игры получим нужную нам броню. Так, в смысле? Алло? Я же запустить хотел. А, это читать надо? Текстовое сообщение. Всему хорошему на свете приходит конец. Так, отправитель директора Эванс, адресант, все сотрудники, тема. Всему хорошему на свете приходит конец. Всем сотрудникам вынуждено сообщить вам, что сбыллись наши худшие опасения. На участке Уичита произошел прорыв, и менее чем через 24 часа противник достигнет нашей позиции. Как вы понимаете, эвакуационный транспорт недоступен. Если вы хотите покинуть комплекс и попытаться уйти пешком, я не стану вам препятствовать. Замок номер 2 будет разблокирован в 9 часов на 15 минут. Удачной дороги. Для тех же из нас, кто не хочет погибнуть под огнем машин, в 10 часов состоится собрание в общей комнате, и медсестра Чана раздаст препараты. Но я хочу подчеркнуть, что чрезвычайно горжусь всеми вами. Всеми, кто служил на этом посту. Знаете, наши жертвы были не напрасны. Надеюсь, эта мысль вас утешит. На протяжении многих месяцев я подписывал свои сообщения словами директора Эванс, но теперь, думаю, можно отбросить эти формальности. С уважением, Эллен. Вот так вот и закончилась жизнь в этом бункере. Ну-ка, что тут у нас? Но лута здесь прям очень много. Это меня радует. Очень и очень радует. Ну окей, мы даже ничего хотели, теперь можно выбираться отсюда и идти дальше по заданию. Лута, я так понимаю, больше здесь не будет же, правильно? Или же будет? Ну сейчас быстренько пройдемся здесь, может что-нибудь найдем. Ну-ка, выломай дверь. Ну я не уверен, что она так выломается, но ладно. Так, а тут что? Есть что-нибудь? Нету ничего. Ладно. Значит, выходим отсюда. Потому что, по-моему, это уже все выход. Где нас когда-то нашел Раст? Эм, так. Стоп, это я не сканировал? Как я такой мог пропустить-то? Ужас. Пропустить источник информации. Как так-то? Ух, ладно. Поехали. Нам надо поговорить с Варлом у врат. Варл, это какой-то воин Нора. Надеюсь, с нами он будет разговаривать охотно. А не как, в принципе, другие воины, которые с нами вообще не хотят разговаривать. Ну, дождик и дождик, что угнить-то? По-моему, дождик это хорошо. По крайней мере, мне нравится гулять под дождем. Это прям так атмосферно. Так классно. Особенно летом, когда жарко. И такой дождик начинает херачить. Ух. Балдеж. Так, и там бой. Осторожней. Давайте ближе. Ближе. Пилазуб. Зараженный пилазуб. Ты Варл, значит? Элой, так ты прошла инициацию и умудрилась выжить. Тирса сказала, ты знаешь дорогу в Меридиан. В столицу Дома Солнца? А ты покидаешь нас? Я ловлю предателя Олина. Для этого матриархи назначили меня искателем. А, иди на север, венец матери. Если дойдешь, спроси Морею, она подскажет. Если дойду. Путь будет опасный. Мы потеряли так много воинов. Земля без защиты, границы без охраны. А мы остались без вождя. А Трэша толку мало? Только потому что Сона пропала. Я бы сам отправился на поиски. Но она приказала мне защищать врата. Что я и делаю? Ты сказал, путь будет опасным. А что там такого? Всего не перечислить. Убийцы все еще здесь. И они заразили машины своим безумием. Да, я это видела. Еще бандиты. Разбойники, которые вторглись на наши земли. У них там лагерь в руинах. Выше по течению. Надо пополнить запас стрел. Кто сказал, что я прошла инициацию? Я говорил с выжившими. Ты храбро сражалась. Вместе с Бастом. И моей сестрой. Вала твоя сестра? Мне очень жаль. Она хорошая. Я думала, мы с ней подружимся. Подружились бы. Спасибо. Она спасала других. Нет смерти достойнее. Так убийцы устроили вам западню? Как? После первого нападения на племя Сона повела войско по следу убийц. Но в дневном безумии часть воинов нарушили строй и рванули вперед. Прямо в ловушку. Большая стая бешеных машин, одержимых заразой, набросилась на воинов и растерзала их. Вождь Сона собрала людей и уничтожила стаю, но убийцы уже скрылись. А наши потери были огромные. Ты сказал, вождь Сона пропала? Даже несмотря на этот разгром, она не отступилась. Собрала добровольцев и продолжила погоню. Ты не вызвался? Да вызвался. Но Сона меня не взяла. Она приказала мне отвезти раненых в объятия и стеречь врата. Стеречь объятия до последнего. С тех пор прошло несколько дней и вестей нет. То есть, никто не знает, жива она или нет? Если кто и мог там выжить, лишь она. О ней ходят легенды. Она несгибаемое копье, на которое мы равняемся. не угонишься, наверное. Ах, ты даже не представляешь. Нана, моя мать. Мне пора идти. Элой. Элой. По следам вождя. По следам вождя. Новое основное задание. Бегун! Так. Нет, нет, подождите. Он со мной. Как это возможно? Трудно объяснить. Я кое-что нашла. Ясно. Ну да, мы теперь тоже умеем подчинять машины, как и убийцы. Так, сохраняемся. Активируем кострище. Так, у нас одно задание, правильно? Два задания. Побочный вот древний арсенал как раз таки, но... Но. Нам надо собрать все элементы головоломки. Вообще, правильно будет сказать топливные элементы, но... Я уже так сказал, так что ладно. Ну да. Так, иди сюда, бегун. Мы сначала давайте пойдем тогда искать вождя, потому что это задание для нас будет попроще по уровню. И поэтому будет его проще выполнять. Но хотя, может быть, по пути сейчас еще что-нибудь найдем. А вот о чем я и говорю. По пути мы сейчас еще что-нибудь найдем. Во, пожалуйста. Доп-задание, так понимаю. Так, а что такое тут, дружище? Что с тобой, охотник? Ты из войска? Тебя ранили в сражении? Не совсем-то. Я не охотник. И не воин. Да вообще никто. Зря ты со мной говоришь. Кто бы ты ни был, ты ранен. Что случилось? Я Крин. Хотел пройти испытания в охотничьих угодьях за холмом. Ну, навыки отточить. И... Вышло не очень удачно. Поранился в охотничьих угодьях? Как? Ну, я целился в емкость на спине жвачника, но тетива лопнула, и я споткнулся. Ну, короче, глупо вышло, в общем. Я хотел потренироваться. Там для этого самое место. Там можно проходить испытания, и тебе дают метки, если выполнишь задачу или уложишься по времени. Смотритель на том холме, к северу отсюда. Ты обратись к нему. У тебя-то наверняка получится. Мне пора идти, Крин. Ну, ладно. Береги себя. Особенно на севере. И потренируйся в охотничьих угодьях. Ну, охотничьих угодьях мы тоже делать не будем на записи, потому что это просто испытание. И ничего интересного. Типа, да, если выполнить какое-нибудь из испытаний, можно получить очко навыка, по-моему, или за все испытания можно получить очко навыка. Я точно не помню. Но, в общем, это не очень интересно. Я это также буду делать вне записи. И в случае чего вам обо всем расскажу. Но пока я ничего вне записи не делал, поэтому я вам ничего и не рассказываю. Думаю, это логично. Блин, вот мне нравится больше всего управление лошадью именно здесь в Хорайзоне, чем в Ведьмаке. Здесь лошадь себя как-то более послушно, что ли, ведет. Так, костер. Костер, здравствуй. И, по-моему, я... Ай, руины вижу. Там, во-первых, руины, во-вторых, там еще вижу задания. Так, мне нужен не бегун, мне нужен торговец. Что есть у него? Так, гремучник. Такое нам не надо. Не тьмет карха. Ой, проща, карха тьмы. Еще более мощный высокоточный лук. Ё-моё. На денег у меня, правда, не так много. Здесь столежок нужен. Ну, давайте покупать. А, сумка для оружия заполнена. Блин, а... Ну, давай, тогда я продам вот это свой лук и куплю вот этот вот высокоточный лук. На не тьмет мне тоже даже хватает. Вообще, прекрасно. Давайте возьмем еще и не тьмет тогда. Это продаем. И новый не тьмет мы покупаем. Все, теперь у нас более такое крутое снаряжение. Но, правда, теперь мы остались без денег. От слова совсем. Блин, здесь и броня есть более крутая. Ну, ладно, у нас нет денег, поэтому идем дальше. Давай сначала я быстренько сгоняю посмотрю, что там за квест. А потом сгоняю к руинам. А там, скорее всего, руины, где как раз-таки надо и собрать головоломку. Так что мы просто посмотрим, я вам все это дело покажу. И больше мы туда не вернемся, пока все не соберем. Тут опасно, девочка. Опасно для тебя, чужак. Это земля Нора. Да, да, да. Нарушение границы карается смертью. Тоже мне страшная кара, подумаешь. Видишь? Вот он умер и не жалуется. Кто это? Убийца. Вор-работорговец. Только порочил честь приличных убийц. Варл сказал, на дорогах орудуют разбойники. Ну, рано радоваться. Они не всегда сами тебя находят. В основном просто разбивают лагерь и сидят там как мухи на мясе. Но можно пойти поискать их самим. Ты мне нравишься. Видишь дым по ту сторону руин. Встретимся там. Идет? Новый лагерь разбойников. Лагерь разбойников жажда беса. Ну... Давайте это... Хотя ладно, здесь мы будем общаться с этим челом, поэтому давайте вот это вот я выполню. А все остальные лагерь разбойников я не буду зачищать на запись. Хотя, может, и это я не буду зачищать. Нет, давайте я не буду это тоже зачищать на запись, потому что там просто как бы пойти, убить всех разбойников. И в принципе все. Больше ничего интересного. Но хотя, давайте я это пока оставлю. Вы мне в комментариях в случае чего напишите, надо ли зачищать на запись лагерь разбойников или не надо. Если надо будет, я все зачищу. Мне в принципе не жалко, мне не сложно. Я просто знаю, что это неинтересно будет, поэтому... А где? А, вот где. Вот он спуск. Да, это те самые руины, о которых я говорил. Где надо собрать всю головоломку. Чуть не убился. Ну, так случайно вышло. Я уже забыл, как все спускаться правильно. Так, еще один цветок мы подобрали. Я считаю, неплохо. Правда, как я сказал, нам этот цветок не нужен. Это бункер вообще-то, Элой. Вот, об этой я броне вам и говорю. как до них добраться. Так, там еще что-то есть, кстати говоря. Носитель данных. Испытание ультраткани. Так, примечание, на нано-волокну не реагирует должным образом на удары. Нужно откалибровать имеющиеся сенсоры или добавить новые. Примечание, калибровка сенсоров помогла, но защита туловища все еще работает не очень хорошо. Может, стоит увеличить плотность волокна? Примечание, по сенсорам и плотности волокна мы подходим к желаемому результату, но техническая ошибка на левом колене завалила нам тест по ударам. Ох, от этой раны испытатель вряд ли оправится. Требуется хирургическое вмешательство. И все, да, по-моему, может, ничего здесь нет. Так, голозамок. Здесь тоже голозамок. Ну-ка. Ну, здесь не пройти, я понял. А здесь как раз-таки надо собрать все топливные элементы. Нам нужно еще два. Так, починить. Так, еще нужен один. Вот когда найдем еще один топливный элемент, мы сюда вернемся. А пока у нас нет еще топливного элемента, нам здесь сделать нечего. Но я еще раз напомню вам, что это задание в принципе до конца игры. Так что... Ты че? Ты прям буквально рыбку копируешь, когда плаваешь? Хе-хе. Прикольно. Так вот, это задание до конца игры, и ближе к концу игры мы вполне можем его успеть выполнить. Хотя это еще не факт, это как получится. Потому что самое главное это не пропустить ни одного топливного элемента, а топливные элементы будут в руинах. Например, в священной горе где-то тоже есть топливный элемент, но его забрать мы сможем только ближе к концу игры. Так что в любом случае до конца игры мы будем довольствоваться закрытой дверью. Так, окей, у нас что там во времени? Ой, время уже кончается. Мы ничего толком не сделали, а время уже кончилось. Ну, давайте поищем ближайший костер, а пока не найдем, будем идти в сторону задания. Так, машины. Машины это нехорошо. надо как-нибудь аккуратно сейчас здесь пройти. Главное, чтобы меня рыскарь не заметил, или жвачник. Да, блин, выберись отсюда. Этот к нам идет. Блин, он еще далеко стоит, я не могу от него избавиться. как с тобой теперь поступить-то? Я не хочу поднимать на самом деле шум, просто хочу пройти мимо как-нибудь аккуратно. Поэтому как-нибудь вот так вот аккуратно я этого убью и попробую пройти мимо. Бежа никого нет, правильно? Правильно. поэтому мы идем дальше. Так, жажда беса, венец матери. Мы идем в ту сторону, потому что мы выполняем квест, связанный с вождем. Так, крови тут полно. Вот и место битвы. Так, еще одна гигантская херня. Что тут у нас? Допустим. Кто меня заметил? Да, видимо, скорее всего нашли труп. Ну, потому что молодцы. так, еще что-нибудь есть? Или это все? Ну, по-моему, это все. Опа, уцелевший. Эй, давай поговорим. Ты куда? воин. Все перебиты или ранены? Есть тут воины или целители? Я одна. Ты ранен. Что случилось? Все сразу. Там просто кошмар. Сона отправила меня с донесением. Все равно от меня толку нет. Варл сказал, что Сона выследила убийц. Она их нашла? Мы шли по их следу, но они раз за разом насылали на нас свои машины. Я уже не мог идти быстро. Сона отправила меня назад передать, что она продолжает погоню. Так ты был здесь, когда на вас напали? Да. После инициации думал, что хуже быть не может, но ошибся. Сона задержалась в хвосте строя, а те, кто были впереди рванули в атаку без приказа. И прямо в их ловушку. Если бы не подоспела Сона, никто бы не уцелел. Варла отправила меня искать Сону. Ты знаешь, где она сейчас? Могу сказать, где мы расстались. У Железной башни к юго-востоку от руин в жажде беса. Иди туда, в сторону холма с одиноким камнем. Я вернусь в объятия и доложу обо всем Варлу. Пусть хранит тебя богиня. Без нее тебе не выжить. Ну, спасибо, дружище. Добавайтесь до места, где пропала Сону. Ну, вперед. Пойдемте искать Сону. Ну, вообще, в идеале мне нужен но, вообще, в идеале мне нужен костер, чтобы сохраниться и закончить на этом серии. Но пока нет костра, мы идем вперед. Жажда беса. Опа. Неопознанный сигнал. Длина шеи. Вот длина шеи, к слову говоря, мы будем зачищать в ролике, потому что длина шеи, они дают очко навык, во-первых, во-вторых, можно полюбоваться на красивый вид. Вот это вот интересно будет. Не ожидал. Хе-хе-хе-хе. Ну, а ты что смотришь, там стоишь? Да дай залутаю. Выбил огнежар. Ну вот как так-то? А у меня еще нету хилок ведь. Придется херачить зелье. Ой, ладно. Потратили первое зелье. Причем крайне глупо потратили. кто-то там сзади вообще еще заметил меня. Так, корень нам не надо. Так, 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 опа, это что? Ой, хлам. Ну, причем этот хлам можно продать задорого. Опа. Первая поправка и виртуальные пространства. Колонка редактора. Распространяется ли первая поправка на виртуальное пространство? 29 апреля 2063 года. На прошлой неделе прошла одна из самых массовых полицейских операций в истории США. Сотрудники органов правопорядка одновременно провели обыск более 700 домов и арестовали свыше 500 человек по обвинению подстрекательства к преступной деятельности с использованием частных информационных процессов. Если последние 9 лет вы следили за новостями, то легко разберетесь в этом нагромождении слов. Задержанных обвиняют в том, что они принимали участие в виртуальном антикорпоративном митинге, который на этот раз проходил у Галанет Репрезентации главного офиса Сторлинг Малкет. Зрелище того, как полицейские спецботы выволакивают из домов 500 испуганных окровавленных человек привело многих зрителей в ужас. И эти эмоции понятны и оправданы, но удивляться тут на самом деле нечему. Уже в 2054-м, когда был проведен первый крупный арест виртуальных демонстрантов, оккупировавших голографический центр обслуживания клиентов Metallurgic International, начались дебаты о том, можно ли рассматривать интернет как общественное пространство и распространяется ли на него в таком случае право на свободу мирных собраний. Законодательство не поспело за бурным развитием Галланета, и это не случайность. Такое положение дел играет на руку Сторлинг Малкет, Metallurgic и прочим корпорациям, позволяя им интерпретировать Галланет не как общественное пространство, а как, выражая словами сенатора Джерарда О'Нилла, лоббирующего интересы Metallurgic, массив частных информационных процессов. Это тот самый Анил, который данные повреждены. Окей. Где он? Понятное дело. Только вот откуда бы залезть? Опа, костер. Ну давайте с Длиношеем разберемся, и на этом мы закончим. Вот это все нам пригодится. Девятый уровень. Так, навыки, качаем значит вот эту концентрацию. И теперь надо подумать, откуда бы залезть на Длиношея. Потому что это очень такой хороший вопрос. Откуда на него можно залезть? Может быть откуда-то отсюда? А ой. Прошу прощения. я не специально. Ну да, я думаю, отсюда откуда-то можно залезть. Думаю, отсюда получится на него запрыгнуть. Ну вот, тем более. Блин, а я не хотел падать. Так вышло случайно. Ну сейчас мы вернемся обратно. Не стоит переживать. А где кстати он? Блин, не вижу. Зато вижу рыскаря. Во. Вот это вот полезно реально. А не вон та хрень, которая меня замедляет во время прыжка или скольжения. Да, вот, отсюда можно идеально залезть. Опа. давай, погнали дальше. Ну с этим проблем не будет, я думаю. Это сейчас мы быстро сделаем. Давай. Долезь уже. Теперь сюда. Главное с него теперь не упасть. Во. Мы на поверхности. Только потерпи чуть-чуть. Вот мы и захватили Длинашея. Длинашея жертвобеса завершено. Теперь нам, кстати говоря, открыта карта вот этой вот местности. Если до этого нам была открыта только карта территории Нора, то теперь нам открыта и вот эта вот часть карты. Видите, да? Вот эта вся огромная часть карты. Вот, собственно, кстати говоря, и котел, о котором я говорил в прошлой серии. Вон там какие-то руины, ну и пастбище, всяких машин, ну и типа вот все здесь вообще есть, короче. Абсолютно все. Ну и здесь как бы отмечены следующие длинашей, которых нам надо будет открыть. Но это все потом. Всему свое время, так сказать. И у нас есть еще одно очко навыка, таки давайте прокачаем еще лекарь потом. Потому что мне что-то как-то не хватило этого самого лекарства, чтобы вылечиться полностью. В результате у меня кончилось лекарство, а хп не восстановилось до конца. Ну и собственно что, вот вам видок. Правда сейчас ночь, и поэтому особо полюбоваться не на что. Но вот будь это дневное время суток, было бы довольно-таки красиво. Окей, мы спускаемся Слово говоря, длинно 6 отключил все машины вокруг. Запись в журнале. Ну-ка. Переход на орбиту. Так, что-то непонятно, нам такое не надо. Костер, 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 костер. Где был костер? Он был где-то здесь, но где конкретно? Блин, а? Где был костер-то? По-моему, где-то здесь, да? Нет, это не то место. Во, нашел. Нормально. Вот он, костер. Значит, сохраняемся. Ну и че, на этом у нас все, ребят. Если вам понравился ролик, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, которые все вижу, читаю, лайку, и, конечно же, на них отвечаю. Также не забывайте подписываться на мой канал и присоединяться к моему Дискорд-каналу, на котором публикуются все новости, связанные с моим каналом. Ну и на этом все. Здесь был Легион. Увидимся в следующих роликах. Дискорд-каналу, и, на этом подожди, на мой канал. Дискорд-каналу, на мой Продолжение следует...